всем привет друзья сегодня 2 мая 2020 года вы на канале об инвестициях и не только о них если вам это интересно поставьте мне лайк подпишитесь на мой канал рассуждаю о фондовом рынке простым доступным языком и учусь вместе с вами друзья не забываем посмотреть вот такое вот мое видео вчера наконец-то объявился ким чен ин которого все потеряли пошли слухи что северокорейский диктатор погиб но нет друзья весел бодр улыбался махал всем своей диктаторской ручкой смотрите более подробно в этом видосе и посмотрите мое видео с обзором лучших российских акций прошедшей недели ну а сегодня хотелось бы обсудить с вами очень любопытную новость которую я вычитал илон маск это основатель space x компании владелец компании тесла в общем-то гений злодей по всякому его называют один из самых неординарных людей современности просто невероятный предприниматель который создает частные космические корабли друзья анонсирует что через несколько лет буквально отправит их на марс ну в общем то просто фантастическая личность на самом деле если кто-то с ним не знаком погуглить и почитать его биографию это просто невероятно так вот он 1 мая в пятницу запустил в твиттере сообщение о том что акции тесла по его мнению слишком дороги друзья и в этот же день они рухнули на 11 процентов при этом сам илон потерял 2,8 миллиардов доллара просто единомоментно а капитализация тесла обвалилась на 15 миллиардов друзья просто ну нереально на самом деле но вот человек владелец компании а сейчас все ломают голову зачем он это сделал для чего то есть наверное он осознавал последствия что этот вид может спровоцировать негативную реакцию ну то есть вот у меня это просто не укладывается в голове я смотрю на него на его фотографии мне кажется он такой в хорошем смысле как он немножко не в себе человек и вот сейчас наверное сидит и просто смеется над случившимся угорает и и попивает какие-нибудь вкусные дорогостоящие напитки но я решил что это повод немножко покопаться в акциях тесла поскольку сейчас я как раз только-только начинаю заходить на американский рынок так что предлагаю отправиться в приложение брокера тинькофф ну и посмотреть что там интересного про эти акции написано ну вот друзья смотрите вот так вот выглядит акция компании tesla motors стоит она ничего себе аж 703 бакса друзья я воспользовался только что калькулятором и рассчитал что при курсе 74 рубля за доллар за нее придется отвалить целых пятьдесят две тысячи рублей вот такое вот друзья не дешевое удовольствие стать акционером tesla вот смотрите что произошло с акциями за последний торговый день 1 мая примерно в 1835 по московскому времени видимо был опубликован данный твит ну я так предполагаю и произошло просто резкое катастрофическое падение потом цена немножко восстановилась но все равно мы видим что до прежнего уровня она уже не вернулась то есть если до этого твита видимо стоимость была 764 доллара то сейчас акция стоит 703 доллара давайте почитаем про tesla это молодая американская автомобильная компания из кремниевой долины про кремниевую долину друзья кто не в курсе посмотрите обязательно видео юры дудя просто шикарная документалка трехчасовая это его последний фильм и там он рассказывает про кремниевую долину про google про tesla общается с русскоговорящими парнями очень крутыми кто там работает причем многие из них серьезных успехов добились ну и вообще просто невероятная атмосфера вот это средоточие каких-то лучших айти умов айти технологий дух свободы принстон ну супер друзья рекомендую посмотрите не пожалейте три часа своего времени тем более сейчас его достаточно поскольку сидим на самоизоляции еще праздники к тому же так tesla сфокусирована на производстве электромобилей tesla смогла сломать привычные стереотипы о маленьком электрокарии вывести отрасль на принципиально новый уровень кстати я читал что в 2019 году продали около 500 тысяч этих автомобилей я вот если честно поражен я почему-то думал что намного меньше их продается но вы видите востребована штука ну понятно что стоит она бешеных денег и наверное для россии вариант пока еще слишком дорогостоящий но в америке пользуются популярностью как заявил один из основателей маск он видит tesla как независимую компанию производящую электрокары доступные для среднего потребителя еще одно интересное направление развития бизнеса элементы питания 2015 году компания представила мощный стационарный аккумулятор для применения в быту торгуется на санкт-петербургской бирже естественно так что если вы захотите эту акцию прикупить уточняйте у вашего брокера если у него выход на санкт-петербургскую биржу так прогнозы давайте глянем продавать покупать покупать продавать 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 но видите довольно серьезное агентство не верят в рост цены данной компании многие прогнозируют даже падение цены причем смотрите насколько серьезно jp morgan например прогнозирует падение на 65 процентов ничего себе возможно они полагают что илон будет еще что-то твитить подобное в своих соц сетях но кстати с маском я читал это не первая подобная история он уже подобным образом менял котировки акции tesla но наоборот у него это получилось тогда в большую сторону он опубликовал пост о том что планирует выкупить часть акций ну и соответственно наоборот это добавило им ликвидности стоимость взлетела и пришлось даже вмешаться какому-то местному там американскому фискальному органу биржевому который понудил маска согласовывать все его посты все его твиты касательно стоимости акции ну и вообще касательно любых финансовых вопросов по данной компании ну как мы видим илон возможно нарушил этот запрет так что помимо потери двух целых 85 миллиардов долларов возможно еще какой-нибудь штраф ему за это дело теперь прилепят так ну вот по поводу новостей вот мы видим что как раз крайняя новость на эту тему и есть что илон маск в twitter назвал стоимость акции tesla завышенной они упали на 11 процентов ну давайте глянем как это акция торгуется на длинной дистанции вот так вот за неделю мы видим что в общем-то до злополучного твита все было очень даже здорово и она даже до 880 2 баксов 30 апреля апреля дорастала так вот смотрите график за месяц за полгода ну полугодовой график повторяют наверное общий тренд и индекс s&p 500 то есть взлет и вот феврале к вид 19 к нам пришел в гости и началось падение что в принципе наверное очевидно потому что тесла это электрокары а электрокары это все таки наверное предмет скорее роскоши даже для богатых зажиточных америкашек поэтому видим что был очень серьезный спад вот так вот выглядит график за год но ведь экономика восстанавливается американцы пошли видимо обратно покупать машины вот и у тесла значит все нормализуется вот так вот выглядит общий график до 13 года был боковик потом пошел такой вяленький рост примерно до июня 19 а вот здесь вот друзья те кто купил эту компанию на вот этих уровнях 223 доллара просто поимели сверхприбыль смотрите она выросла более чем в три раза почти в четыре раза она выросла да можно было на этом очень круто заработать но видите сейчас учитывая вот этот резкий взлет аналитики не верят что рост продолжится и предлагают видимо акции этой компании скидывать напишите в комментариях как вы относитесь к илону как вы относитесь к его продукции которую он изобретает производит если у вас акции этой компании я если честно вот меня подобные люди подобные биографии очень вдохновляют я просто с восторгом наблюдаю за вот этими сумасшедшими гениями которые меняют планету меняют мир вокруг нас остается только поаплодировать вот подобным сумасшедшим людям в хорошем смысле сумасшедшим так что илон мне кажется уже в своем возрасте хотя ему еще не 50 насколько я знаю он уже совершил просто революцию и всего ему лучшего самого лучшего надеюсь надеюсь до марса он доберется и надеюсь больше таких забавных твитов мы от него не увидим все друзья всем кому понравилось поставьте лайк подпишитесь на мой канал рассуждаю о фондовом рынке простым доступным языком и учусь вместе с вами пока 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 пока